Всем добрый день! Здравствуйте! В эфире КФО Лайв. Продолжаем серию прямых эфиров, посвященной приемной компании в Казанской Федеральной Университете 2023 года. И сегодня у нас в гостях Институт дизайна и пространственных искусств. Коллеги, товарищи, я вас приветствую. Прекрасный у нас эфир сегодня. Прекрасные дамы у нас сегодня в гостях. И представлю, с вашего позволения, кто у нас сегодня в гостях. Это Карина Рашидовна Набиулина, директор института. Карина Рашидовна, как всегда, рада видеть. Заведующая кафедрой дизайна и национальных искусств Венера Маратна Юмагулова. Нет, Венера Маратна, тоже вас рада очень видеть. И Аделя Мусаяфовна Сейфуддинова, заместитель директора по образовательной деятельности. Добрый день, тоже очень рада вас видеть. Он у нас первый раз, помню, да, на программе? Карина Рашидовна объяснила, да, как тут? Да. Что же, прежде чем начнем, вопросы примерно те же самые, что и у нас по ходу всех эфиров с вашим институтом. Но зрители каждый раз новые, поэтому не удивляйтесь, что придется повторять. И придется повторить, что такое институт дизайна и пространственных искусств. Карина Рашидовна, пожалуйста. Институт дизайна и пространственных искусств – это самый молодой институт в Казанском федеральном университете. На наши открытые программы, а их 11 программ в этом году, очень высокий спрос. И сегодня мы видим уже более 2,5 тысяч поданных заявлений. При том, что у нас 443 места, прошу прощения, и из них 192 бюджетных места. Поэтому, друзья, кто еще не подал заявление к нам, но очень хочет, мы предлагаем вам не медлить. Я думаю, эта оговорочка была с намеком на следующий год, да? Спасибо, прошу прощения за нее, да. Поехали по вопросам. Какие направления в этом году наиболее популярны? Традиционно у нас пользуется популярностью программа «Коммуникативный дизайн». Ну, мы ее так называем генерал-дизайнеров. Там действительно очень много компетенций связанных и с коммуникацией в рамках среды, и с коммуникацией в онлайн-пространстве. Очень широкий перечень компьютерных программ, которые ребята изучают, и различных приемов сегодня актуальных. Адель Мусаевна, кстати, у них преподает проектировать на первом, на втором курсе. Может быть, они расскажут, какие вот курсовые работы вы делали на первом, втором курсе. Младшие курсы, как правило, посвящены основам, а зам художественного образования, которые ложатся потом в основу профессиональной деятельности. Поэтому с ребятами на первом курсе мы начинаем с самого простого, с линейной графики. Черно-белой мы изучаем, и изучаем основы чертежной графики. Те ребята, которые более подготовлены, они шлифуют дальше свои навыки. И те, кто менее подготовлены, они за этот период догоняют, чтобы потом уже постепенно вливаться в общую волну. Начинаем мы с черно-белого плаката, когда ребята интерпретируют некоторый определенный сценарий на основе архитектурного объекта, и выражают его через такую плакатную историю. Далее мы переходим уже к изучению цветовых законов, колористики, и переносим эти знания на цветовой плакат, когда они интерпретируют классическое изображение, классические произведения искусства, через такой свой дизайнерский взгляд, дизайнерский замысел, когда на практике еще и применяют разные виды графической подачи цветовой. Далее мы уже переходим к более сложной задаче, выполняем плакат уже в более классическом понимании, когда ребята выбирают себе своего кумира в области дизайна, архитектуры, в любой области, которая связана с искусством. Как правило, у детей с этим проблем нет, потому что они приходят очень замотивированными, и на коммуникативном дизайне у всех есть такие личности, о которых мы даже сами иногда впервые слышим, и очень радостно, что дети очень посвящены в эту тематику, они в этой области как рыба в воде. И мы начинаем анализировать с ними, выбирать предметы, либо в целом творчество этого дизайнера, и ребята выполняют уже такой авторский плакат, который посвящен творчеству, чтобы через плакат они донесли основные идеи, основной какой-то посыл этого дизайна. На первом курсе у них будут элементы моушн-дизайна, и вот то, что они сделают в ручной графике, они уже будут анимировать. Это на первом курсе, это только основа. Ну а старшие курсы здесь уже хорошие знания как графического дизайнера, более усиленные знания по моушн-дизайну. Безусловно, им будут важны и знания в полиграфии, в создании сайтов, приложений, UX, UI дизайн ребята изучат. Но это все впереди, а начнут с самых-самых азов, вот то, что сказала как раз Адель Масаяфовна. Также мы можем, видимо, мы настолько увлечены тем, чем мы занимаемся, можем говорить бесконечно, и также пользуются популярностью программы дизайн интерьера, дизайн среды сегодня. Какой прогноз по абитуриентам планируется в этом году? Вообще, что сейчас творится в здании приемной комиссии? Венера Маратна только что оттуда. Есть из полей, поехали. Ну, традиционно интерес высок, мы это наблюдаем по цифрам, то есть ребята идут, показатели у нас выше даже предполагаемо, будет, чем в прошлом году, то есть и с баллами, с высокими, и по количеству поданных заявлений, то есть приемка, она идет на сегодня, да, ее показатели, ну, очень хорошими темпами. Ну и прогноз какой в итоге? Будет хороший прием, у нас будут талантливые дети, но другие к нам не приходят. Мы зовем к себе очень мотивированных, работоспособных ребят, которые, если даже у них есть пробелы в знаниях, которые готовы много трудиться, и мы всему их научим. Поэтому вот у нас такой особый контингент, у нас очень активные ребята, у нас очень много, большое количество мероприятий всегда в году, они связаны с творчеством, поэтому ребята максимально погражаются через разные игровые практики уже в профессию. На первом курсе, вот, например, у нас ребята, ну, не приходят сразу за парту садяться, они приходят к нам 1 сентября, и две недели у нас фестиваль. У ребят квесты, экскурсии, мотивационные лекции, и все это в рамках дисциплины, введения в профессию, ну, в такой игровой форме. Они знакомятся с городом, потому что многие приезжают из разных субъектов, очень много иностранных студентов, поэтому мы считаем, что важно познакомиться, важно быть мотивированным, и важно войти вот в такую новую атмосферу, в новое творческое сообщество. Архитектура и дизайн – это образ жизни, а не только профессия. Ну, квестами у нас давным-давно эконом занимается. На первых порах, когда студенты приходят, когда ты телепортируешься со второго на шестой этаж сразу. Ну, поймете, когда поступите в Институт управления экономикой и финансов, вот, вспомнил. Если не поступят к нам, то… Тоже сводите на экскурсию. Как раз-таки вот эти архитектурные моменты самого здания, про само здание экономик, что можете сказать со стороны архитектуры? Мы можем рассказать про свое здание, оно у нас потрясающее. У нас два здания в центре города, но особенно мы любим здание историческое, усадьбу Кабатовых на лево-булачной. Это самый центр города, из окон мы видим ухоженный булак, фонтаны, и само здание – это конец XVIII века, начало XIX века. Очень много отреставрированной, аутентичной лепнины. Перила у нас сохранились XIX века, мы их отреставрировали. Балясины – уже они современные, но тоже восстановленные по чертежам. Мы его очень любим. У нас есть красный зал, серый зал, зеленый. Все как в историческое время. И преподаватели очень любят это здание. Мы потихоньку, мы еще не все его отремонтировали, но мы потихоньку создаем там комфортную среду. И студенты также обожают это здание. А второе здание, где мы учимся – это бывший офисный центр. Это четыре этажа. Тоже в центре города, но уже более такой промышленный центр. На Тинчурино 31 наше здание. Там недалеко сквер Тинчурино. И если ребятам хочется немножко развеяться, им грустно, они могут там погулять, нормализовать свой внутренний мир и уже вернуться с новыми силами в творчество в наше здание. Интересно. В этом году открылось новое архитектурное направление. Расскажите о нем поподробнее. Да, у нас много новинок. В этом году у нас программа «Архитектура» открылась впервые. Программа «Архитектура и инженерия». Здесь много профессиональных архитекторов, кто будет заниматься. Ребята научатся и проектировать здания, и малые архитектурные формы, и большие ансамбли. Ребята также получат знания основы по проектированию конструкций. То есть это не просто будет визуальный ряд, а это то жизнеспособное, что может быть реализовано на практике. У нас есть фэшн-дизайн, и в этом году мы тоже видим, что это пользуется популярностью. И речь не только о модных костюмах. Здесь речь и о модных трендах в области текстиля и интерьерной среды. Также у нас программа «Мы ждем ребят после девятого класса». У нас программа по дизайну и на базе девятого класса. Заговорили про фэшн-направление. Это как раз следующий вопрос у нас. Как проходит практика у студентов фэшн-направления? Работают ли совместно с дизайнерами? Первые практики, они, конечно, учебные. И больше ребята на первых курсах проводят время у нас в университете. Но у нас очень много преподавателей, которые практикуют. В том числе в этом году у нас будут и дизайнеры татарстанские преподавать. Тоже небольшие курсы, потому что ребята будут изучать еще на первом курсе только азы и основы. Но чем старше они будут становиться, тем больше они будут погружаться уже в реальную отрасль. И, безусловно, на старших курсах у нас есть такие предварительные договоренности, что ребята будут уже ближе к той сфере, где они будут работать. То есть могут сказать фэшн из моей профессии, да? Я думаю, смогут. У нас даже в рамках института есть лаборатория, есть оборудование необходимое. И уже функционирует эта лаборатория. Ребята даже других направлений, уже те, кто могут, кому нравится это направление, они уже под руководством Венеры Маратовны отшивают изделия, которые реализуют на практике. Поэтому в этом отношении фэшн-дизайн у нас будет не просто такой, да, как бы на бумаге, но они прям сразу могут это все и сами отшивать. Да, первые капсульные коллекции мы ждем уже в этом году. Хотя мы знаем, что первый год, это будет первый курс, и это будут пока такие робкие попытки. То есть условно, в дополнение к мероприятиям студенческой весной день первокурсника, еще будут пока осмотры институт дизайн? Мы очень, Венера Маратовна, ждем. Поживем, увидим. Переходим к вопросам, которые, ну, на самом деле, очень наболевшие для нынешних студентов и для ребят, которые будут только учиться. Если студент захочет совместить работу и учебу, не будет ли у него проблем? Для таких ребят у нас есть и разнообразные формы обучения. Например, когда научной формой ребята учатся, конечно, совмещать с работой очень трудно, потому что занимает большое количество времени, домашние задания мы задаем, учиться у нас трудно. Ну, есть программы, например, научно-заочной форме. И здесь ребята приходят по вечерам, то есть днем они спокойно могут работать. Здесь поменьше часов в учебном плане предусмотрено. И стоимость обучения более такая гуманная, потому что часов меньше. Здесь как раз у нас программа motion design и fashion design. И здесь можно обучаться по вечерам. Кроме того, дизайну интерьера можно обучаться и в рамках заочной формы обучения. Это также подходит для тех, кто работает сегодня. Они приезжают 2-3 раза в год на сессии, в зависимости от курса, на котором они обучаются. Там на практике мы делаем вызов на работу. Ну, конечно, здесь мы относимся с пониманием, что, скорее всего, это те люди, кто уже работает в отрасли. Ну, насколько я вспоминаю наши предыдущие эфиры, сами преподаватели делают такие условия, то что 2-й, 3-й курс уже вместе с мастером начинает учиться и деньги зарабатывать. Да, у нас очень много лабораторий и договоров реальных, куда мы стараемся привлекать студентов. Сейчас мы работаем тоже над большим проектом, там 8 тысяч квадратных метров, очень интересное здание и большое количество людей. Оно не в Казани, оно в Прессоединенной Республике. И там большое количество студентов задействовано. Для нас это важно. Продолжим по вопросам. Немного, кстати, осталось. Какие сроки сдачи оригиналов и, если подавали заявление через госуслуги, нужно ли сдавать оригинал? Если подача документов шла через госуслуги, все подтверждено, анкета подтверждена. Им нет необходимости привозить до момента зачисления свои оригиналы документов. Потом, когда они поступят, будут, да, начнут учебу, там они уже подвезут в отдел кадров. Для того, чтобы быть зачисленным, для тех, кто подавал через официальный сайт КФУ, или те, кто сами пришли сюда, да, то, соответственно, им необходимо сдать оригинал документов до 3 августа, до 12 часов. В этом случае в общей волне, да, по общему конкурсу ребята будут зачислены, вот, и приказ выйдет 4 августа. У нас были ребята в прошлом году, кто опоздал буквально на несколько часов. Но это очень строго отслеживается приемной комиссией. И, конечно, были слезы, потому что документы приняты не были к рассмотрению. Очень важно позаботиться заранее и сделать выбор заранее, предусмотреть время все на логистику. Потому что это важно, это регламентируется федеральным законом. Поговорим о студенческой жизни в Институте дизайна и пространственных искусств. Чем ребята занимаются помимо учебы? Что делают? Как отдыхают? Как весты проходят? Даже если говорить в данный момент, чем у нас ребята занимаются. Сегодня у нас в Елабуге арт-лагерь, арт-кампус проходит. И наш заместитель по воспитательной работе, наш известный режиссер Ильгис Пеноберт Шерезидинов, он там с нашими ребятами, с нашими студентами. Две недели у них смена. Это платно, это не входит в стоимость основной образовательной программы. Но республика софинансирует, и поэтому 14 дней, пятиразовое питание, очень хорошие условия и супер творческая, креативная атмосфера, это все у них за 4700 рублей за весь период. Пятиразовое питание, да? Пятиразовое, и это даже вкусно, потому что мы приезжали ребят навещать в том году, мы ходили с ними в столовую, это действительно вкусно, и республика о них заботится и софинансирует. Поэтому такая стоимость. И ребятам очень нравится, многие уже едут второй год подряд. Кроме того, со следующей недели у нас стартует летний университет-проект. Он больше направлен на иностранных абитуриентов. И также в нашем институте будет приходить и такой модуль. Это что-то вроде городского лагеря. Ну вот затрагивая тему еды, вот сытый специалист, хороший специалист. Со многими своими ребятами, журналистами, которые ранее у нас здесь учились, сейчас работают уже прям конкретно в СМИ и ходят по разным мероприятиям. Каждый раз видишь вот эти фуршеты, пресс-кофе-брейки. Чем лучше их накормили, тем лучше потом материал получается. Чем еще занимаются студенты в институте дизайна? Вот по ходу семестра чем могут заниматься? Ребята, очень много. Да, у нас под руководством Лиза Моноберчера Зидинова есть разные творческие кружки. У нас какие-то кружки ведут преподаватели. Например, Мирцер Альфович Зарифович. Он ведет кружок, он хореограф и ведет еще кружок танцев. Но это его хобби. Некоторые студенты ведут йогу. Есть театральный кружок, очень качественный театральный кружок. Есть музыкальный кружок, поэтому ребята, те, кто хотят выплескать себя в творчестве каком-то неучебном, у них масса возможностей. Но это помимо еще тех мероприятий, которые централизованно от федерального университета происходят. Их тоже достаточно большое количество, которые мероприятия направлены на команды образования, на воспитание. Поэтому нашим студентам скучать не приходится. У них очень много. Студенческие научные кружки. Евгений Владимирович Женков у нас ведет. Это связано с промышленным дизайном его кружок. А у Рамира Вельча, он специалист по линейным объектам, по автодорогам. Они проектируют, моделируют потоки. Дизайн среды у него студенты. И здесь они изучают как раз геодезию в рамках кружка, основы моделирования. Вот такой тоже у нас есть для ребят, для мальчиков. Потому что профессия доходная в будущем. Все, что связано с автомобильными дорогами, их проектированием. И мы думаем, что на уровне кружка это может быть интересно. Конечно, они пишут статьи, научные работы. Здесь уже больше тех, кто пойдет в науку в дальнейшем, в магистратуру, в аспирантуру. Интересно то, что есть очень много различных способов себя не только развлечь, но и развиться, помимо основной специальности. У нас очень талантливые студенты и очень активные. И нам действительно нравится проводить с ними время. Мы не ограничиваемся только учебным процессом. Что ж, вопросы у нас подошли к концу. Остается последний пункт. Советы абитуриентам. Тем более, по-моему, совсем уже скоро начнутся вступительные испытания. Вот самое время. Да, друзья, мне кажется, это очень важно. Потому что наши ребята, они творческие. Они очень тонко чувствуют мир. И часто расстраиваются, когда с первой попытки что-то не получается. Поэтому что важно. У нас прием документов закончится уже 15-го числа. А 19-го числа у нас состоится вступительный экзамен по рисунку. И здесь важно. Сейчас основная задача – это проверить у ребят, если они оформили заявление, то проверить, какой статус их заявления. Мы сегодня видим, что мы пишем в их личный кабинет. Друзья, там у вас заявление, есть ошибки, поправьте. И ребята не все заходят в личный кабинет и не все читают. Поэтому вот первый совет. Друзья, зайдите в личный кабинет. Обязательно проверьте, какой у вас там статус. Если у вас есть хоть малейшие сомнения, у нас есть группа в телеграм-канале. Там мы отвечаем буквально в течение часа. И можно написать, мы все там сидим. Я тоже постоянно мониторю, что там происходит. Можно написать в телеграм-канал, что есть проблема, и мы оперативно решим. Мы всегда отвечаем на первый же запрос. Если мы понимаем, что что-то пошло, все прям совсем не так, то тоже не нужно сидеть, плакать и расстраиваться. Нужно написать как можно скорее, когда вы поняли, что техническая проблема. Например, не смогли подключиться к экзамену, если онлайн-формат экзамена вы сдаете. Так бывает. Это же техника. Очень большой наплыв студентов. Что-то может подвести с вашей стороны, общие какие-то технические проблемы возникнуть. Да, так бывает. Нужно быстро сообщить нам об этом. И мы посоветуем, как же в такой ситуации быть. Но это не значит, что все пропало. Это значит, что случилась шероховатость, и ее нужно отрегулировать. И нужно сообщить об этом как можно скорее. Кроме того, в сам день экзамена мы знаем, что ребята очень ответственные многие и любят приходить прямо в 8 утра, но огромное количество ребят, которые к нам поступают, огромное количество, больше 400, будет 100% ребят у нас только писать очный экзамен. Сколько еще онлайн будет в формате писать. И может быть некомфортно, если все придут в 8 утра. Поэтому мы вывесим график, мы повесим и на сайте, и у себя в соцсетях разместим. Мы вывесим, что первая часть ребят придет в 8 утра, а вторая часть в 14.00. Так будет всем комфортней. Будет больше свободного места, будет меньше атмосферы. Кто-то из ребят выспится, кто просто любит чуть подольше поспать и придет новыми силами в 2 часа дня. Это нормально, это никак не повлияет на оценку. Работу будут просматривать все вместе. Это мелочи, но на самом деле, как у мисс Вандероя, что бог в мелочах. Потому что очень важно сейчас соблюсти все детали, особенно есть вещи, которые связаны с тем, что нормы установлены законодательством федеральным. Очень важно быть внимательным к мелочам. И если мы порекомендовали вам подойти в 2 часа дня, то нужно так и сделать. Мы плохого не посоветуем. Я сейчас представляю просто ребят, которые услышали то, что в 2 часа можно, сам по себе чувствуют, что в 8 утра, ну, е-мое, вот это просто... О, в 2 часа. Шикарно. Но у нас еще суперответственные родители. Мне кажется, у нас есть ребята, которые бы и к 2 подошли, но родителям очень важность быть в первых рядах. И родители, пожалуйста, не делайте так, пусть ребята поспят, это нормально. Если мы рекомендуем в 8, значит, в 8. Если рекомендуем в 2, то дайте ребятам возможность набрать силы и прийти уже отдохнувшими к нам. То есть это, по сути, практически индивидуально будет расфасовано, кто в какое время? Будет расфасовано, да. Но еще есть ребята, которые приезжают, которые нагородние, и у них это будет связано с тем, что куплены билеты. Поэтому им важно, например, прийти именно в 8 утра, в первую волну попасть. Если что-то еще добавить, Нера Маратовна, Задима Семеновична. У меня, наверное, один вопрос. Но это уже сейчас идет приемка. То есть это те такие оперативные, наверное, мои пожелания. Ну, ребята есть ребята, мы все понимаем, сейчас лето, они все хотят отдохнуть. Они пережили уже вот этот этап прохождения ЕГЭ. Но есть моменты, бывает, когда приемной комиссии необходимо действительно очень быстро и оперативно какой-то вопрос задать. И мы понимаем, что ребята практически все у телефона выключены, ребята не отвечают. У меня огромная просьба, ребята, вот сейчас период включенных телефонов. Пожалуйста, держите до момента зачисления ваши телефоны включенными. Мы всегда можем позвонить, и очень быстро с вами какие-то вопросы обсудить, и очень быстро ваши вопросы и проблемы решить. Очень надеюсь на понимание. Дарья Мусефна? Я бы хотела пожелать, наверное, сейчас ребятам уже, чтобы они настроились на такой очень короткий, краткосрочный рывок финишный для того, чтобы поступить к нам, чтобы успешно пройти вступительное испытание. Потому что после вступления к нам, конечно, их ждет очень увлекательная, интересная жизнь, которая станет основой их дальнейшей ежедневной деятельности. Мы всех ребят очень ждем, мы сентябрьнем ждем и 1 сентября, потому что те ребятки, которые приходят к нам после школы, у них глаза горят, они действительно приносят нам большую радость, и мы будем рады их всех видеть у нас. С вашего позвоня чуть поправлю, финишная все-таки как-то оканчивается у них, наоборот, начинается, так скажем, предквалификацию ребята сейчас проходят. Финишная прямая, когда нужно вот еще чуть-чуть, они, конечно, прошли сейчас очень тяжелый период сдачи ЕГЭ, выпуска из школы, они немножко нервны, вот этот финиш, когда нужно, осталось сдать только один экзамен, поэтому нужно поднапрячься, очень успешно его пройти, и потом будет целый месяц отдыха в ожидании вот этого чуда, что начнется их новый этап, новая студенческая жизнь радостная и веселая в нашем студии. В сезоне подготовка, и старт 1 сентября, поехали, марафон 4 года. Благодарю вас за то, что нашли время к нам прийти, надеемся, что в приемной комиссии у вас все будет замечательно, и творческие испытания пройдут без различных проблем, все, все успеют сделать в срок. Спасибо. Рулка Фулаф для Института дизайна и пространственных искусств, еще увидимся, будем всегда на связи, следите за нашими эфирами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин